Свет в конце туннеля над моей головой это недостроенная пока еще главная городская елка на острове Татышев. В ближайшие минуты рабочие установят макушку и тогда она станет самой высокой не только в городе или стране, но и на всем континенте. Самое главное будет вообще елка не просто нашей страны, как мы раньше говорили, самая высокая, 55 метров, это 20-этажный дом. Но я хочу сказать, это будет главная елка, самая большая елка Евразии. Это вообще будет звезда Евразии, вот как я говорю, Красноярск, центр Евразии, не России, Евразии. Вот это будет главная елка континента. Собирать ее приходилось с нуля. 65 тонн железа, 4 с лишним тонны веток и 5 тонн иллюминации, причем только на самой елке. Организаторы говорят, в этом году на площадке будет подсвечено все. Свет будет везде, потому что концепция всего проекта называется светопритяжение, и мы будем максимально использовать свет в каждой локации. Все, горки, все, главная аллея, волшебный лес, лабиринт, ну много всего. И в этом году, по задумке администрации, у елки появятся две сестры. Средняя станет на театральной площади, ее монтаж почти закончен. Кстати, именно она в прошлом году боролась с елкой из Грозного за звание самой высокой. И, наконец, третье место, без преувеличения, историческое. С 30-х по 70-е годы главную городскую елку устанавливали на месте нынешней площади революции. Правда, до тех пор, пока туда не встал памятник Ленину. Сегодня это место заняла, как бы сказал мэр, третья сестра. И именно она замыкает каскад главных городских елок. Когда откроется елка на площади революции, еще решают. Но известна дата гуляний на театральной площади. 20 декабря в 7 часов вечера. А главный праздник, по традиции, состоится на острове Татышев 26 декабря в 18.00. Илья Филонов, Владимир Антонов. Новости ТВК.